Вопрос анклава неизбежен, Армения должна быть готова. Вооруженные силы Армении пресекли попытку Азербайджана осуществить позиционные улучшения в направлении Нахичевана, которую Баку предпринимает при содействии Турции. Об этом заявил начальник генштаба Воскресения Армении Артак Давтян, подводящий итоги 2019 года, при этом отметив, что армянские Воскресения зафиксировали в том же направлении боевые улучшения, сформировали новые каналы связи с позициями и тем самым создали более оптимальные возможности контроля. Начальник генштаба также заявил, что армянская сторона имела и пополнение военной техники в направлении Нахичевана. Направление Нахичевана является примечательным направлением как в плане региональных, так и внутренних реалий. В дни бархатной революции в Армении именно это направление было одной из главных тем антипропаганды против революции, когда Баку на своем внутреннем пропагандистском поле возвестил оппозиционном продвижении, а в Армении это обстоятельство обслуживающей прежней власти пропагандистские ресурсы взяли и применяли против формирующейся власти революции. Как в течение 2018 года, так и сейчас Ереван заявляет, что в Нахичеване азербайджанские воскресенья не имели какого-либо улучшения в позициях, какого-либо существенного сдвига, который позволит говорить об изменении соотношения сил. Очевидно, однако, что параллельно с военно-техническими позиционными движениями, которые, тем не менее, происходят в Нахичеванском направлении в последние годы, причем, в том числе и до революции, обусловленной глубинными политическими мотивами, связанными, пожалуй, с региональной безопасностью и преобразованиями военно-политической среды. Здесь трудно сказать однозначно, Азербайджан пытается на Нахичеванском направлении, так сказать, выйти на наступательную позицию или наоборот, озабочен определенными перспективами и пытается укрепить оборонные возможности. Поэтому необходимо провести достаточно детальное военно-техническое наблюдение и анализ. Однако, в крупном смысле, очевидно, что Нахичеванское военно-политическое направление довольно активизировалось, причем не случайно, что именно в этом направлении была и первая контрпропаганда против революции в Армении. Дело в том, что насколько бы в Нахичеване не было Азербайджана турецкой общевойсковой армии, определенной логики управления, тем не менее, он является единственным региональным анклавом, который в определенном случае рано или поздно превратится в военно-политический ребус, если учесть то, что этот анклав имеет существенное военно-политическое значение и для Ирана, который там также преследует глубинные военно-политические и безопасностные интересы. Вопрос этого анклава должен быть решен, без чего невозможно будет говорить о долгосрочной системе военно-политической безопасности на Кавказе. Вопрос в том, какой будет развязка, можно будет прийти к этому посредством политического процесса или военного, но действия военного масштаба будут неизбежными. Несомненно, Армения во всех случаях должна быть готова к ним как в военном, так и в политическом плане. В уходящем году ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильной, Минобороны. Министерство обороны Республики Арцах считает ситуацию на Арцахской азербайджанской линии соприкосновения в 2019 году условно относительно стабильной. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха. В результате проводимых в каждодневном режиме широкомасштабных инженерно-укрепительных работ и непрерывных процессов оборудования передовой линии устройствами видеонаблюдения не только существенно повышена безопасность личного состава, несущего боевое дежурство, но и практически полностью устранена вероятность попыток диверсионного проникновения со стороны вооруженных сил Азербайджана. За исключением 22 сентября, когда противник предпринял попытку диверсионного проникновения на одну из оборонительных позиций в северо-восточном, Караханбейле, направлении армии обороны и, оставив один труп в нейтральной зоне, отступил, в течение года таких шагов предпринято не было, говорится в заявлении армии обороны. В целом, согласно сводке оперативных данных АО, в 2019 году на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск в воскресенье Азербайджана нарушили режим перемирия около 9,00 раз. За этот период времени противник произвел в направлении армянских позиций свыше 85,00 выстрелов. Наряду со стрелковым оружием в воскресенье Азербайджана применяли также 60-мм миномет, 13 снарядов, и автоматический станковый гранатомет, 32 снаряда. Здесь стоит подчеркнуть, что число нарушений противникам режима прекращения огня и произведенных выстрелов в 2019 году, самое низкое с 2010 года. Что касается арцахской проблемы, то следует констатировать, несмотря на то, что в этом году исполнилось 25 лет с подписания соглашения о прекращении огня между сторонами, занимающейся урегулированием проблемы Минской группе ОБСЕ так и не удалось зарегистрировать прогресса, поскольку официальный Баку не только продолжает отвергать основополагающие принципы урегулирования проблемы, но и игнорирует выдвинутые сопредседателями меры по построению доверия, нацеленные на укрепление режима перемирия, состоявшиеся в течение года с целью продвижения переговоров встреч между сторонами конфликта на самом высоком уровне неофициальные контакты, а также ни одна из шести встреч между министрами иностранных дел не оказались в состоянии зарегистрировать прогресса, из-за противоположных позиций сторон. Обобщая вышеотмеченное, нужно констатировать следующее, отсутствие у прогресса за столом переговоров и озвучиваемым на самом высоком уровне в Азербайджане заявлением касательно решения карабахской проблемы силовым путем армия обороны в течение всего года противопоставила свою силу и боеспособность и продолжила играть роль диктующего ситуацию на передовой, тем самым же обеспечив неприступность границ и мирную жизнедеятельность населения республики Арцах, говорится в сообщении армии обороны. Больше не будет кредитов на поддержку бюджета, только под конкретные проекты. Наш собеседник, депутат от блока Мойша Кайк Геворкян, господин Геворкян, власти выступили с инициативой о том, что местные и зарубежные инвесторы могут воспользоваться единым окном поддержки инвестиций, которые действуют в Министерстве экономики. В свое время это же предлагала процветающая Армения, но вы отклонили предложение. Цель состоит в том, чтобы инвестор сообщался с государственными структурами в одной точке. А предложение ПА было отклонено, потому что это не обязательно должно регулироваться законом. При желании это можно сделать и без закона. Теперь окно открыто, думаю на начальном этапе будут проблемы, потому что система должна быть опробирована, ее нужно все время исправлять. В какой мере это будет способствовать созданию благоприятной для инвестиций среды. Оппозиция утверждает, что реальные инвесторы сталкиваются с проблемами, и инвестиции сократились. Если сравнивать цифры, то нужно выяснить, к чему они восходят. Скажем, в 2019 году не было инвестиций в Амулсар, а в начале 2018 года они были. Во-вторых, раньше большую часть инвестиций составляла армянский капитал, который в офшорах оформлялся как иностранная инвестиция и вкладывался в нашу экономику. Теперь в этом нет нужды, офшорные инвестиции существенно сократились, то есть местные инвесторы вкладывают капитал без офшорного посредничества. Если отнять объемы офшора, а также добывающую промышленность, то картина получится другая. Инвестиции есть, и в первую очередь, используется местный ресурс. Отечественные инвесторы заметно активизировались, строительство обретает большой размах. Крупные инвестиции долго думают, а малые инвестиции уже вкладываются. Думаю, в 2020 году будет гораздо лучше, и год от года темпы будут расти. Можно ли утверждать, что 2019 год приблизил нас к экономической революции? Мы не приблизились, а приступили к экономической революции и уже достигаем больших успехов. Если рассмотреть с точки зрения макроэкономических показателей, выросла не только собираемость налогов. Рост налоговых доходов, это результат экономической активности и сокращения тени. Но мы смогли и беспрецедентным образом нарастить внешние резервы страны. Кроме того, мы остановили бурный рост государственного долга, в год он рос на 885 миллионов долларов. Ни в 2018, ни в 2019 году таких темпов не было, а в будущем году мы больше не будем брать кредиты на поддержку бюджета. Новые кредиты будут под конкретные проекты. В итоге соотношение долг, ВВП сократится, он достигал 60%, говорили о 70%, теперь он опустился до 50% и будет снижаться дальше. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!